В последнее время, особенно в 2022 году, участились случаи отравления угарным газом. Как правило, причин для этого есть несколько. Основная причина – это при установке герметичных пластиковых окон жителями не обеспечивается приток для работы газоиспользующего оборудования. Вот мы здесь непосредственно находимся в квартире, где установлено пластиковое окно. Здесь пластиковое окно установлено с конфигурацией с форточкой. Это тот хороший пример, когда житель может при использовании, например, в первую очередь, колонки с открытой камерой сгорания в обязательном порядке сделать открывание форточки. При этом мы не получаем сильного выхолаживания. Но этого притока достаточно для того, чтобы в полной мере происходил правильный процесс горения в камере сгорания колонки. При этом не будет образовываться угарный газ и работа колонки будет осуществляться правильно. Как правило, часто люди при замене пластиковых окон используют стандартную конфигурацию с двумя створками. И створка, которая непосредственно в левой части нашего окна, она здесь, имеет открывание откидного варианта, действительно сильно дает выхолаживание, и жители этим неохотно пользуются. Но нужно всегда помнить, что основной причиной появления угарного газа является недостаточный приток свежего воздуха при работе данного газоиспользующего оборудования. Также частым примером, вот могу показать здесь на примере данной кухни, здесь хороший пример того, как колонка должна быть установлена. Эта колонка не встроена ни в какие шкафы, потому что еще одной причиной для неправильной эксплуатации данного оборудования является то, что жители самовольно колонку прячут в кухонный гарнитур. При этом не идет наблюдение за тепловым режимом, режимом горения колонки, человек не может четко следить за тем, идет ли нагрев кожуха, и есть ли, соответственно, неправильная работа этого оборудования. Также мы видим, что здесь хороший разгонный участок, часто бывает так, что разгонный участок на гофроотводящей трубе. Важно отметить здесь, что данное оборудование является собственностью жителя, и житель несет в первую очередь ответственность за его эксплуатацию, за правильную эксплуатацию. В комплексе с данной колонкой идет вот эта гофра, то есть дымоотводящий патрубок, который соединяет само оборудование с вертикальным каналом дымохода. Если здесь идет какое-то нарушение герметизации, нарушение разгонного участка, неправильная стыковка при соединении без вот такой площадки и без герметичного соединения с вертикальным дымоходом, мы также можем получить неправильную работу колонки. Часто люди этим пренебрегают, и мы по факту получаем отравление у жителей. Также, что хочу здесь отметить, важный момент, это третий, мы видим здесь с вами плиту, которая также является собственностью жителя и относится к оборудованию ВКГО. Над данной колонкой нет никаких устройств в виде вытяжек. Еще одно выпиющее нарушение, которое, к сожалению, мы вынуждены отмечать, это установка над плитой принудительной вытяжки. У нас поступают вопросы, возможно ли подключение принудительной вытяжки в квартире с газовой плитой. Отвечаю сразу, что вытяжку принудительным вентилятором подключать к вертикальным каналам, вентиляционному каналу, тем более к дымоходу, категорически запрещено, так как в домах такого типа вся вентиляция и дымоотведение построено на естественном принципе, естественного побуждения. Поэтому любое принудительное устройство будет перебивать работу естественной вентиляции и дымоотведения. Поэтому максимум, что мы можем здесь пояснить, допускается установка вытяжек рециркуляционного типа, то есть с угольным фильтром, без подключения к вертикальным каналам общедымовым, вентоканалам и дымоходам. Здесь мы видим с вами решетку вентиляционного канала. Как правило, при закрытых окнах на этом канале тяга недостаточна. Как только мы приоткрываем окно или обеспечиваем приток, соответственно, тяга становится нормативной. По проверке тяги самостоятельно. Я думаю, что нам коллеги помогут, расскажут, как это сделать самостоятельно. Как правило, люди могут проверить тягу, приложив легкий листок бумаги непосредственно к этому каналу. Нам коллега сейчас в этом поможет. Также мы имеем здесь на канале дымохода вот такой смотровой лючок, у лючок прочистки, по которому тоже можно самостоятельно проверить тягу в дымовом канале. Если такого лючка у жителя нет, или человек затрудняется проверить тягу сам, мы призываем в обязательном порядке обращаться в специализированную организацию через свою управляющую компанию в трубопечную службу. И специалисты трубопечной службы придут и сделают необходимые замеры тяги, если есть какие-то сомнения у потребителя. При техническом обслуживании ГАЖИЛ-сервис трубопечной службы при проверке вентиляции, прежде всего, вентиляцию проверяем при открытом окне. В первую очередь проверяем дымоходящий канал с помощью лючка прочистки. Открываем, прикладываем прибор анимометра. Этот прибор имеется у специалистов. Если в быту, в быту житель может воспользоваться салфеткой и посмотреть наличие тяги перед включением газовой колонки. Вот, если листочек прилипает, как бы тяга имеется. Пользоваться газовой колонкой можно. Дальнейшее проверяем вентиляцию вентиляционных каналов, в канале кухни. То же самое с помощью салфетки бумажной, либо прибором анимометра. Тоже смотрим параметры анимометра. От одного метра в секунду уже тяга имеется и пользоваться тоже газоиспользующим оборудованием разрешается. В дальнейшем вентиляцию проверяем в ванной комнате или в санузле. Зачастую вместо вентиляционных решеток устанавливают жители вентиляторы. Тем самым нарушает работоспособность вентиляционной системы в своей же квартире, а также по стояку квартир. Что является нарушением. Что касается пластикового окна, также хочется добавить следующее. Если человек при ремонте своей квартиры установил герметичное пластиковое окно. Герметичное пластиковое окно не дает того притока, на которое изначально было с момента постройки рассчитана система естественной вентиляции. При этом собственник должен предусмотреть иной способ притока воздуха. Как один из способов такого иного устройства для обеспечения альтернативного притока воздуха служит клапан инфильтрации воздуха. Это фактически, вот я показываю вам трубку, которая непосредственно будет делать забор воздуха с улицы. Посредством вот этой трубы уже доставлять свежий воздух через устройство, установленное внутри квартиры. Вот, например, над отопительным прибором может быть установлено вот такое устройство, которое будет обеспечивать альтернативный приток воздуха при отсутствии форточки или герметичного пластикового окна, без возможности нормального открывания даже в зимний период. Расчет данного клапана делает специализированная организация. В таких организациях много. Мы рекомендуем обращаться в свою управляющую компанию или в трубопечную службу вашей управляющей компании. Еще хочется добавить, что данное устройство должно рассчитываться по объему непосредственно того помещения, где установлено газоиспользующее оборудование. Поэтому самостоятельно мы этого делать не рекомендуем. При обходах наши специалисты трубопечной службы при недостаточном притоке с закрытыми окнами, как правило, всем собственникам рекомендуют во всех актах в обязательном порядке предусмотреть подобный тип устройств. Также хочется добавить важный момент и отметить следующее, что те устройства, которые установлены на самих окнах, так называемые аирбоксы и подобные им устройства на самих окнах, должного притока для работы газоиспользующего оборудования не дают. Это заблуждение, которое на рынке, к большому сожалению, сейчас имеет место быть. Поэтому приток рассчитывается непосредственно от сечения проходного и от того объема воздуха, который доставляется как свежий в объем помещения. Также, повторюсь, оборудование газоиспользующее внутриквартирное, именно плита, газовая колонка. Договор на обслуживание данного оборудования заключается с газоснабжающей организацией, как правило, это Горгаз. И за неправильную эксплуатацию и содержание данного оборудования несет ответственность сам собственник. Поэтому важно отметить следующее. При неисправности данного оборудования, при запахе газа, который доставляется путем подводки к данному оборудованию, рекомендуется незамедлительно обратиться в службу Горгаз по телефону 04. В случае, если оборудование вы заметили, что недостаточная тяга для работы колонки, или вы не можете самостоятельно проверить тягу и есть какие-то сомнения, необходимо обратиться в свою управляющую компанию или в единую диспетчерскую службу для вызова специалистов трубопечной службы.